Всем привет! Доброе утро! Я иду на работу. Время 6 часов 15 минут, 4 градуса тепла, вот такая вот темнота еще, а я уже иду, уже подошла, сейчас буду открывать дверь, уже подошла к работе, буду открывать дверь и подниматься. Дверь закрылась, нет? Теперь закрылась, чтобы никто не зашел, и все, на третий этаж иду, у нас тут автоматически свет включается, как всегда встала в 5 утра, и все, идем, поднимаемся. Все, поднялась, третий этаж запыхалась. У нас в офисе сейчас очень мало людей, все в основном на удаленке, вот, но я пока эту неделю работаю, а следующую неделю не знаю. Фу, отдышаться не могу. Третий этаж, но он такие высокие этажи, вот. Так что, сейчас еще пока работаю, а на следующей неделе не знаю. Новая кофемашина у нас, новая кофемашина, сейчас включу, где там эспрессо делает, капучино, американо, латте, шоколад очень вкусный и фу, флэт уайт, флэт уайт, кофе такой. Туда все засыпается. Что тут печеньки? Вот, так что выкладываю телефон. Так, выкладываю телефон, выкладываю очки, и все. Так, сейчас это надо убрать сюда. Уборщица ставит, когда моет. Все, буду переодеваться. Всем доброе утро еще раз. Все, я буду сейчас переодеваться. Под шапкой была, немножко за это волосы заломились, но они сейчас расправятся. Расправятся. Всем доброе утро. Я процесс работы вам снимать не буду, так как я уже вам снимала когда-то. О, холодильник набили. Так что буду работать. Встретимся попозже. Зашла в фикс прайс, уже отработала. Смотрите, какие красивые игрушки. Сейчас покажу вам, которые продаются здесь. Вот этот наборчик понравился. Смотрите, какой симпатичный. Деревянные игрушки. Они здесь абсолютно разные. Разные расцветки. Цены, правда, я не вижу. Прям разные-разные, красивые. Ценника нету. Снег спрей 99 рублей. Здесь спрей для декора золота, наверное, для окон можно. Электрическая гирлянда, льдинка. 249 рублей, 50 лет. 5 метров длина. Тигря-то какие? Копилка? Да, копилка. Тоже симпатичная. Тоже нету ценника. А, нет, есть коровка, 199. Ну, значит, это тоже 199 цена. Ну, в общем, тут для Нового года уже полно. Так что, кому надо, идите в фикс прайс и смотрите, сколько всего. Гирлянда, новогодняя капелька. Тоже вот. Снежное кружево. 299 рублей, что ли? А, нет, 199 капелька. Вот, 199. Видите, они там голубенькие, беленькие. Есть розовенького цвета. Разные. Еще есть вот такая декорация. Елочка называется. Три штучки. Такие вот как... Ну, типа как снежинки, не снежинки. В общем, такие украшения елочные. Коробок очень много подарочных. 249 рублей. В общем, все подорожало. Вот такие маленькие 99 стоят. Маленькие 99. А вот уже покрупнее все 149. А вот эта еще большая. Она уже 299 стоит. Это 19 размер. На 19 и на 10. Минажница, елочка. 299 рублей. Тарелка новогодняя гном. Симпатичная гномик. 249. Тоже снежное кружево. Также банка еще новогодняя. Тоже гномики. Тоже такая с крышкой. Тоже 249 рублей. Это гномик. Ценника нету на ложку. И еще есть тарелка. Новогодняя гномик. Тоже в виде елочки. В общем, такой наборчик можно. Такие елочки есть. Вот это что такое? А это досточки. Доска новогодняя. 77 рублей. Такая с тигром. Красивая. Ну-ка, что там еще? Все с тигром. А, еще вот с таким, видите? Такие вот на липучке. Елочки. 8 штук. 77 рублей. Я вообще зашла за коробкой. За складной. Вот типа такой вот. Вот видите. Такая коробка мне нужна. Потому что у меня там фен лежит. Все, но она сломалась. И надо подобрать что-то типа. Такую какую-нибудь коробочку. Сейчас буду подбирать здесь. Вот их, видите, много. Раньше были по 77, по 99 коробки. А сейчас 149 все. 199. Сейчас посмотрю. Может быть, еще какую-то другую вместо такой. Вместо такой. Может быть, еще что-то посмотреть. Все навалено. Это что? А, это для трусиков, для носочков. Такая складная. Думаю, посмотреть вот типа такое что-то. Может быть. А, это глубокое. Очень не подходит. Это тоже не подходит. Тоже не подходит. Потому что у меня в полку вставлена она. Мне надо такую узкую. У меня не очень широкую. Ланчбокс какие появились. Смотрите. 99 рублей. Разные расцветочки. Вот такую вроде выбрала пластиковую. Не знаю, сколько она стоит. Вроде 99 рублей. Корзина ажурная. Я ее вот здесь брала. 33. Размер надо смотреть. 39 на 25. Нет. Ну, либо 149. Может быть. Хотела голубенькую такую взять. Но она здесь сломана. Она последняя. Такую вот. Либо такую. Либо. Так, это такая же. Либо вот такую еще смотрела. Но она не очень глубокая. Это глубже. Мне лучше поглубже, по-моему. Хотя и такая подойдет. А здесь вот белые, зеленые цветы, бежевые. У меня кухня черная. Ну, не знаю. Короче. Либо вот такую белую взять. Подумаю сейчас. Достала белые. Они все сломаны. И здесь тоже, видите, сломано. Вот она треснуто. Все треснуто. Значит, буду брать вот эту вот зелененькую, наверное. Я в растерянности. То ли вот эту брать. То ли вот эту. Но это более такая мелкая вроде. Это вроде поглубже. Это покрасивее, да? Покрасивее. Ладно, буду определяться сейчас. В общем, они все по 149 рублей. В итоге взяла вот такую коробочку. Она тоже 149 рублей. Подумала, думаю, возьми я все-таки такой, как у меня типа была. Не буду пластиковую. Тем более они вон как ломаются сильно. Что-то думала, нафиг не буду. Смотрите, здесь есть стельки с памятью. 99 рублей. С 36 по 45 размер. Вот они с таким здесь вот наполнителем. Как бы под ногу. Прям удобные. Наверное, такие типа ортопедических. Здесь просто обрезаете по размеру и все. И такая, как велюровая. Велюровая. Зимние стельки. Зимние 55 стоит. Заехала еще сюда, в торговый центр Щелковский. Щелково, вернее. Это где Хромотрон бывший был. Это на МКАДе прям находится. Щелковское дом 100. Щелковское шоссе дом 100. Вот здесь магазин вот этот экономный. Универмаг номер один. Я часто снимала раньше видео отсюда. Здесь очень много дешевых товаров. Много и куртки, и пальто. И, в общем, для дома. Ну, в общем, все. Универмаг, в общем, для всей семьи. Так он называется. Вот. И сюда зашла. Здесь я, кстати, картину покупала. Вот эту, которую я... Картину покупала здесь я. Которую со стразиками, с этой спантерой. Я, кстати, ее уже доделала. Он надо вам показать будет. Вот. И здесь вот много картин по номерам для рисования продаются. И такие вот со стразиками тоже картины. Ну, зайду, хочу посмотреть там что-нибудь. И вам заодно покажу тоже, ну, что мне понравится. Там очень много товара. Вот кто еще сюда не ездил, кто рядом живет, заехайте. Вы всегда здесь что-то купите. Кстати, здесь ивановский текстиль. Очень много по нормальным ценам. И домашние костюмы, и постельного белья. Здесь подушки, одеяло, матрасы, ковры, обувь. Ну, в общем, все-все-все. Так что пойдемте. Кому интересно, пройдемся. Чемоданы здесь. Огромный магазин. Видишь, полотенчики вот по 74 рубля Индия. Сто процентный хлопок. Сто процентный хлопок вот. Разные. Подушки. Это подушки какие. Теплые. 373 рубля. 378, вернее. Интересно, это искусственный или натуральный? Сделано в России. Сто процентная шерсть написано. Сто процентная шерсть. Подошва такая. Чепленький вот дома. Я, кстати, маме своей такое покупала. Что-то мне кажется, что это не сто процентная шерсть. Ну, хотя, не знаю, 378. И не пахнет совсем. Я маме прям покупала, они прям пахли козой. Такое-то огромное. Дутики уже. Дутики. По 150 рублей дутики. Вот такие дутики по 150 рублей. А вот эти по 500 рублей. Такие обычные. Вот они. Вот это хорошего качества. 650. 650 рублей. Такие синенькие есть. Тапочек вот очень много. Видите? Огромное количество тапочек. Вот 364. Я, кстати, люблю тапочки, когда мыски открыты. Они закрыты. Вот как здесь. С открытыми мысочками. Огромное мужское отдело вот здесь тоже. Штанишки. Вот, например, костюмы. 337 рублей с шортиками. Ивановский текстиль. Вот майка и шорты. А есть со штанишками. 540 рублей. 540 рублей со штанишками. Вот разные, видите? Абсолютно разные. Это мужское отдело. Мужские. 621 рубль. Вот 621. Вот, кстати, папе можно купить. Вот такие хорошенькие костюмчики. Прелесть. Размеры. Обувь. 1170. Такие сапожки. С искусственным мехом. Искусственная кожа. Мягкая. Это под замшу. 1170 тоже. Со стразиками. В общем, здесь все-таки цены. 1690. 1170. Тоже на меху. На искусственном. Есть вот такого плана. 845 рублей. Ну, все. Музыку включили. Тоже вот, видите? Ну, сейчас уже музыка. Поэтому 780 рублей. Такие цены. 3000 рублей. Вот такие вот курточки. Видите? Как чебурашки. Есть бежевого цвета. Сиреневого. Такие. В костюмах. Такие шерстяные штанишки. И плюс водолазочка. Тоже разные цвета. Платье вязаное. Вот, смотрите. Разные расцветки. Абсолютно. Цена платья 945 рублей. Разные, разные. Видите? Цвета. Есть вот такие накидушечки. 1687. Вот это. Ну, есть разные. Такие, как легкие пальтишки. Такие. По 900, по 1000 рублей. Вот огромный отдел. Огромный отдел. Там все по хозяйству отдел. В общем, тут просто как мини-рынок такой. Чего только нет. Здесь всякие тряпочки. Здесь все, что вот нужно домохозяйкам. Всякие штучки. И там тоже самое. Здесь есть вот такие картины. Вот это 661 рубль стоит. Тройная такая картина. Это 540. Вот такие вот огромные тоже. По 499. А вот разукрашки. Картина по номерам. 427 рублей. Вот видите, сколько их много здесь. На выбор. И здесь вот алмазная мозаика. 697. Алмазная мозаика тоже полно. Так, все. Я стала счастливой обладательницей картины. Взяла теперь с пионами. Так как сейчас у нас все равно пандемия начинается. Хотя я буду работать сейчас. Но особо все будет закрыто. Ходить будет некуда. И подумала, думаю, возьму еще одну картину. И буду, короче, делать вторую картину с пионами. Как мне моя подруга говорила, надо покупать пионы. Одиноким женщинам картину. Она картину с пионами купила и уехала в Сербию. Теперь к мужчине и там живет. Ну вот я сейчас картину с пионами сделаю. Может быть, мне тоже повезет. Может быть, я тоже стану счастливой обладательницей прекрасного какого-нибудь мужчины, который будет меня содержать, который будет меня любить, который будет все для меня делать, уважать меня прежде всего. И все, я его тоже буду любить. Так что будем клеить картину с пионами. Все, сейчас буду направляться уже домой. Села в машину. Так что пионы есть. Буду теперь ждать принца на белом коне. Так что, если кто меня будет смотреть, вдруг какой-нибудь принц необыкновенный. Так что я в поисках принца. Сегодня, девчонки, у меня день такой тоже переживательный. Ирину положили уже в больницу. Вот канал Баба Таз. И сегодня она делает, ей сегодня будут делать операцию. Вот сейчас вот буквально вот, прям буквально в течение получаса, в часа вот где-то уже начнется операция. Вот, переживаю за нее, конечно, очень поддерживаю ее всевозможно. Вчера ходила в церковь, поставила свечки, саркауст заказала ей о здравии. Заказала еще не саркауст, а как же еще называется, как-то на П, по-моему. Тоже, короче, будут читать. Псалтырь, псалтырь. Вот. Заказала тоже будут читать. Так что надеюсь, что все будет хорошо. Просто уверена, что все будет хорошо. И все у нее обойдется, все будет окей. Так что... И, в общем, проснулась сегодня с утра, я уже думаю про нее, думаю, 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 господи, ну что я такой человек? У меня прям все в душе, вот там переламывается, знаете, как будто это у меня операция, а не у нее. Я ей звоню, говорю, Ир, ты как? Ничего, ну вчера она немножко расстроилась, плакала даже. Я тоже с ней вместе заплакала. Вот. Сегодня, я говорю, как ты? Она говорит, нормально, боишься? Нет, не боюсь. Я говорю, слушай, какая-то молодец. Блин, ну я так поддержала ее все, еще переговорили. В общем, потом как очухается, перезвонит, там скажет как чего. Так что все, едем домой. Так, я уже дома. Вот эта коробка у меня. Вот видите, развалилась. Вот здесь все. Растрепалась. И с этой стороны тоже. Такая коробочка была. Ну вот эта, я думаю, будет типа. Здесь у меня всякая ерунда лежит. Сейчас раскрою эту коробку. Посмотрим, какая она по величине. По высоте она вроде такая же. Посмотрим. Так, время 11 часов 5 минут. 11.05. Так. Она маленькая вообще. Блин. Ну что такое? Ну, хотя фен уместится. Фен умещается. То есть она вот такая маленькая. Видите? Вот. Как-то она симпатично выглядит. Ну, мне надо фен расческу сюда положить. Потом у меня еще бэби-лис. Вот этот. Ну, его надо вниз. Я им реже пользуюсь. Ёлки-палки. Значит, еще одну такую же коробку надо покупать. Чтоб две коробки там поставить. Две коробки будут стоять. Ё-моё, ё-моё. Потому что у меня еще щипцы. Вот такие. Здесь в этой коробке должны лежать. Щипцы. Еще выпрямитель волос. Короче говоря, ничего не умещается. Маленькая коробка. Ну, вот так вот. В собранном виде. Так вот надо выбросить. Здесь у меня еще батарейки. Для часов, для пульта. Я здесь держу их тоже. Ну, самое основное, если я только пользуюсь Феном, вот так закроется. Ну, и то все выпирает. Ну, ладно. Буду покупать еще одну коробку. А что делать? Я пока сюда уберу. Значит, будет Фен в одной коробке лежать с расческами. А все причиндалы, которые относятся к укладке волос, они будут лежать уже в другой коробке. Ну, да. Сюда вторая коробка у меня умещается. Так что сюда тогда поставлю еще вторую коробку. Такую же куплю. Точно такую же. Так она неплохо смотрится вроде. Так, а я что сейчас буду делать? Я сейчас достану ребрышки из морозилки. Морозилка тут у меня битком. Ну, все набито. Все есть. Это что у нас? Так, здесь. А, плечевое. Плечо курицы. Кстати, тоже вкусно. Так, основу для пиццы еще не сделала. Вот ребрышки эти доставлю. Вот они, ребрышки. Хочу сегодня ребрышки сделать. Так. Будем ребрышки сегодня с вами делать. Смироторберские ребрышки. Сейчас я их разморожу. Разрежу. Соль, перец. Посолю, поперчу. И в духовке запекать буду. Все. Больше ничего. Никаких соусов. Ничего не буду добавлять. Просто соль, перец. Мы так на даче всегда делали. Раньше с Андреем. И очень вкусно было. Прям вообще обалдело. Так что будем размораживать. Сейчас поставлю чайник. Так. У меня сейчас будет второй завтрак. Так как я на работе утром сегодня попила какао. Горячий шоколад вернее попила. Потом я съела один сырник и один сырок лазированный. Все. Сейчас в магазине я купила бананы. Бананы. Бананчики купила. Такие. Купила специально более зеленые. Потому что в прошлый раз купила почти зрелые. Они у меня пару дней лежали и получились как картошка. Я их даже есть не смогла. Купила вот такие вот. Шарлиз называется. Это нуга. Нуга с орешками. К чаю. Две штучки купила. Пятерочки продаются. Вкусные. Потом Шарлиз купила. Пастилу с ванильным ароматом. Маленькую такую тоже упаковку. И купила вот такие. В фикс прайсе. А еще купила кефир 3,2%. И в фикс прайсе купила вот такие. Где они открываются? Салфетки. Салфеточки. Они вот такие вот голубенькие. Типа как узоры на стекла. На стекла. Знаете когда от мороза. Вот. И у меня есть подставочка такая. Языки. Все красиво должно быть. Все должно быть красиво. Эстетично. А у меня там маленькие салфеточки были. Они туда не подходят. Они проваливаются. Вот и все. Так. Сейчас буду думать чем завтракать. Так. Я тут недавно покупала хумус. Девчонки. Кто ест хумус? Кто любит вообще? Я его распробовала. Что-то кашель какой-то. Я его пробовала. Вернее распробовала. Где-то буквально месяцев 8 назад. Первый раз я вообще его попробовала. Я никогда его раньше не ела. И купила с лимончиком. С лимончиком был очень вкусный. Как-то он там. То ли кусочки лимончика были. То ли как не помню. А этот с вялеными томатами. С кусочками. Попробую. Вообще мне понравился хумус. И я его буду. Покупаю. Вот такие всегда галеты. Вы знаете. Я вам показывала. Вот. Я буду на такие галетки делать. И сейчас попью. Заварю кофе. Либо какао. Не знаю точно. Кстати, я вам хотела картину показать. Сейчас я вам принесу. Покажу картину. Сейчас. Минуточку. Ждите. Я еще даже не переодевалась. С работы пришла. Еще я не переодевалась даже. Вот она. Картина. Которую я сделала. Вот. Видите. Она вся переливается. Смотрите. Как красиво переливается. Вот такая вот картина. А теперь будут пионы. Это все-все-все стразики. Видите. Вот все-все. Вот это вот. Все. Вот только рамка. Рамка. А вот отсюда уже начинается стразики. Ну, сколько я ее? Я ее месяц с нами клеила. Ну, потому что по чуть-чуть. Садишься так по чуть-чуть. И вот такая красота. Не знаю, куда ее пока приклеить. Может, туда куда-нибудь. Здесь не видно ни особо. В общем, квартира-то маленькая, однокомнатная. И приклеить-то некуда. Господи. Я думаю, ей место либо на кухне, либо в прихожей. В комнату ее как бы не хочу клеить. Вот. Либо в прихожей, либо на кухне. Но здесь вот даже негде. Если вот там, где часы. Ну, часы куда девать. Кстати, они у меня встали. Надо их батарейку заменить. Не знаю, куда приклеить. Куда. Я ее, говоря, уже вчера Максим с Лидой приходили. Я говорю, давайте я вам подарю. Ой, нет. Куда нам ее? Нам ее вроде некуда. Лида говорит, тетир, продайте ее. Я говорю, в смысле? Она говорит, ну, продайте ее на Авито. Выставите и продайте на Авито. Я говорю, да я не знаю, что так можно на Авито продать. Не знаю. За три с половиной тысячи продать. Может кто будет? Так и буду. Клеить и продавать. Клейте и продавать. В общем, не знаю, что делать с картиной пока. Вот такая красота. Вот такая красота. Мы, кстати, сейчас с вами заходили в смешные цены. Вот эти. Ну, я их называю смешные цены. Это универмаг номер один, который на Щелковской. И вот эту вот кофту я покупала там. Там еще была, ну, маленьких размеров была белая такая же кофточка. Беленького цвета. Моего размера не было. Потом уже, когда купила эту серую, появилась и белая. Моего размера. Ну, уже все. Фил. Видите? Вот. Отличная кофта. Во-первых, это хлопок натуральный. Тело приятное. Я вообще вот просто постоянно ее ношу. Мне она так нравится. Ну, на работу вот так вот, да? Куда? Не жалко. В общем, отличная кофта. И выглядит, в общем, прилично. И плюс еще и у меня кроссовки, кстати, с такой же фирмой есть. Вот. И плюс она очень приятная на ощупь. Потому что, когда я делала обзор на этот магазин, и на Дзене у меня много обзоров на этот магазин, многие пишут, ой, какое-то китайское говно, какая-то фигня там, одна синтетика и там не поймешь чего. Нет. Нет. Никакая ни говно, ни там полно нормальных вещей, видимо, с рынка, которые, может быть, я не знаю вообще, откуда они берут эти вещи. Да, там есть и клеенка, есть всякая там, не поймешь чего, но там есть и хорошие вещи. И также и ванский текстиль, трикотаж, там есть и халаты, и обувь, и там не поймешь чего. Вот я, кстати, сейчас покажу. Я купила там обувь. Это кожзам, но я еще ни разу не надевала эти ботиночки. Выглядят они отлично. И вчера пришла с сотрудницей на работу, одна тоже моя ровесница примерно, помоложе даже, и пришла точно в таких же ботиночках. Я говорю, о, у меня точно такие же ботиночки. Я говорю, только у меня, у нее обычные какие-то шнурки, неприметные такие, обычные что-то. А у меня шнурки бархатные, и когда ты завязываешь этот бархатный бантик на шнурках, просто вообще бомба получается они, ботиночки. Они смотрятся просто шикарно. Вот. И я купила что-то там за копейки вообще за какие-то. И она говорит, а ты где покупала? Я говорю, да вот типа, ну, сказала бы, в смешных ценах. А она в каком-то магазине там их покупала. Может быть, они у нее кожаные, может быть, нет. Я даже, если честно, не спросила. Ну, один в один. Сейчас я вам покажу. Вот такие ботиночки. Вот, смотрите, я вам один. Вот у них шнурки, видите? У них шнурки здесь бархатные. Бархатные шнурки. И за счет шнурка, когда ты завязываешь, получается так нарядно. Вот, бархатные шнурочки, видите? И здесь вот они немножко прозрачные, вот такие. Видите, каблук такой коричневый. У нее один в один с таким же цветом каблука. Вот точно такая же модель, только обычные какие-то шнурки. А у меня шнурки. И вот здесь вот кожзам. Вот он. Вот нормальный, обычный кожзам. Тут даже вот фирма какая-то есть, вот типа вот такая вот. Видите? Не знаю, что, да, фирма. У меня лак уже надо стирать. Вот такая фирма. И вот так они смотрятся. Они очень нарядные, очень классные. И я их купила что-то, ну я не знаю, ну может 600 или 800. Ну 800 рублей может быть, я не знаю. Вот. Каблук нормальный, все подошва хорошая. Ну и что? И кто говорит, что там какой-то говно? И там вообще прям фу и фу, да что там можно купить? Ну вы съездите сначала, вот кто такие вещи пишет там. Ну писал это, кстати, на дзене. Съездите, посмотрите, что там и как можно купить. И дутики там я покупала тоже. И маме я покупала, и себе я дутики там покупала. Бегала в них, написано, Adidas было. Вот. Они еще в этом году, по-моему, у меня даже будут. Так что, в общем, нормальный абсолютно магазин. Абсолютно нормальный. И нормальные туфельки. Ни разу не надела еще. Сейчас, кстати, еще, девчонки, покажу вам. Я вчера купила, ездила в магазин и в Айкике там, на Ярославку ездила в магазин. Зашла в Айкике. Мерить, наверное, не буду штанишки. Просто вам покажу. Неохота мерить. Но они сидят там на мне вообще просто суперские. И в Айкике купила такие, как, такие шерстяные, какие-то шерстяные трикотажные штанишки. С лампасиками. Немножечко они книзу расклешенные. Они, то есть, здесь идут немножко по фигуре, как бы вот здесь, да. А книзу они немножко расклешенные. Сейчас я вам принесу, покажу их. Сейчас отключусь на секунду и принесу. У меня две новинки из Айкики. В прошлый раз я купила там вот этот вот цветорочек, вот. Вот оно. Джемперочек вот этот. Вообще отличный. Прям супер. Супер он смотрится. Он мягкий, такой приятный к телу. Вообще там на блузочку, на водолазку его надеть. Вообще обалденный. Просто обалденный. Мягкий, очень поддеватель. Я прям с удовольствием. И вот такие брючки, девчонки. Вот такие брючки. Смотрите, они здесь с лампасиками. Так, как вам сказать. Вот. Здесь они вот с такими лампасиками идут сбоку. Так, где вот сбоку. Лампасики немножко блестят. Вот видите, переливаются. Переливаются они немножечко блестящие такие. С ниткой, с такой, с рюликсом. И снизу они немножечко расклешенные. Вот видите, я вам покажу низ. Низ расклешенные. В попе они у меня в обтяжечку идут. В общем, они смотрятся обалденно. И рост мой. Прям рост мой. Все мое. И рост, и все. Уже чем? Еще дальше уже. В общем, вот такие вот брючки. Материал сейчас я вам скажу, какой. И покажу вам, как вот. Материал, вот видите. Вот такая вязка. Вот вязка. Вот она. Вязка. Такая вязочка такая тоненькая. Стоили они 1399 рублей. Так, и сейчас я вам скажу. Под белую косточку, под черную, под что угодно. Вообще, ну, смотрится вот просто модно. Прям очень модно. И размерка я взяла М. Я взяла сначала XL, но поняла, что они тянутся, и они на мне как большие. Я взяла, пошла М-ку померила. М-ка отлично. Так, сейчас я вам скажу состав. Обхват бедер 98 см. Страна происхождения. Турция. А, состав изделия, они, да, они обычно вот здесь вот, на эту штучку. Ну да, в общем, акрил, полиэстер и 82 акрил, 16 полиэстер и 2% металл, металл не волокна какого-то. Не знаю, что это такое, металл, металл не волокна. Какого-то волокна еще 2%. В общем, обалденные. Надо обязательно выйти в прямой эфир. И так как сейчас все будут сидеть дома, надо уже общаться побольше с людьми, чтобы не было всем скучно, да. Ну, не знаю, если у нас состоится с Ириной еще поездка, то будет вообще отлично. Как мы хотели в Тулу ехать. Ну, посмотрим это, пока ничего не загадываем на праздники. Все, до новых встреч. Всем пока.